Говорит Черкесск В студии с информационным выпуском Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах. Карачаев-Чекесия в числе регионов-лидеров по реализации мероприятий газификации. Стартовали работы по ремонту участка автомобильной дороги Майкоп-Карачаевск. Туристический потенциал Карачаев-Чекесии презентовали на выставке «Сокровища Кавказа» в Пятигорске. И коллектив «Унидэнс» стал победителем международного конкурса «Звезды над Москвой». Далее подробности. Глава Карачаев-Чекесии Рашид Тимрезов принял участие в заседании федерального штаба по реализации поручения президента России Владимира Путина по социальной догодификации, которое прошло под председательством вице-премьера правительства страны Александра Новака. В видеоселекторном совещании также приняли участие заместители председателя правительства Республики Евгения Полякова Ирина Гербекова, министр промышленности, энергетики и транспорта Мурат Гапов, генеральный директор Газпром Межрегионгаз Черкесск и Газпром Газораспределения Черкесск Олег Дергачев, вице-премьер, оценил общую ситуацию по стране, обратил внимание на точки роста в регионах и актуализировал информацию по реализации еще одного поручения главы государства социальной догазификации учреждения образования и здравоохранения. Карачаев-Чекесия находится в списке семи регионов по реализации мероприятий газификации. В Республике по итогам инвентаризации потенциал догазификации составляет 5630 домовладений. Из них по итогам прошлого года газовая инфраструктура доведена до границ 2900 домовладений, это 100% от плановых показателей на 2021-2022 годы. По состоянию на текущий момент этот показатель 3132 газифицированных домовладения. В целом, с начала действия программы до годификации жителями региона было подано 4010 заявок. На сегодняшний день из этого количества заявок принято в работу 3665, заключено 3558 договоров. Это 97% от принятых в работу заявлений на технологическое присоединение к газораспределительным сетям. И строительно-монтажные работы завершены по 3132 договорам. В 1614 домовладениях выполнен пуск газа. Кроме того, проведена инвентаризация учреждений образования и здравоохранения, которые не подключены к централизованному газоснабжению. Составлен план график как для уже действующих объектов, так и для новых соцучреждений на условиях, аналогичных для социальной догазификации домовладений. Под председательством премьера министра Карача-Чекеси Мурата Аргунова прошло заседание правительства региона, на котором рассмотрено около трех десятков вопросов. В частности, члены правительства утвердили региональную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры Карача-Чекеси на 2023-2027 годы. Она включает мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства республики, повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее модернизации. Реализация программы позволит повысить качество предоставляемых населению услуг в сфере водоснабжения и теплоснабжения и улучшит условия проживания жителей в 14 населенных пунктах республики. А именно в аулах Карапага, Псыжи, Беслиней, Зиюка, поселке Кавказском, селах Дружба Чапаевская, станицы Пареградной, хуторе Большевик, а также аулах Иркин-Шахар, Иркин-Халк, Тапанта и Карача вском муниципальном районе. Кроме того, на заседании принят проект постановления по созданию в Карача-Чекесе футбольного клуба «Нарт». Напомним, что решение о его создании озвучил руководитель республики в ходе выступления на открытии стадиона «Нарт». Спортивная организация создана для развития детско-юношеского и профессионального спорта в Карача-Чекесе, а также для развития и укрепления спортивных, в том числе международных связей. Отмечено, что после создания футбольного клуба «Нарт» и его успешного выступления на Кубке России по футболу при условии прохождения нашей команды до 1,16-1,8 Кубка страны по футболу республика сможет принять на самом стадионе такие команды, как «Краснодар», «Локомотив», «Спартак» и «Зенит». Вместе с тем, члены правительства одобрили проект постановления о средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на сельских территориях в Карача-Чекесе в этом году, так, средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади и жилья на сельских территориях, используемая для расчетов размеров социальных выплат, предоставляемых гражданам на строительство или приобретение жилья, составила 29 740. МСП «Банк» по Карача-Чекесе вышел на третье место по Северокавказскому федеральному округу по количеству одобренных заявок с 2020 по 2023 годы. Об этом сообщил председатель управления финансового учреждения Арсан Демельханов. В ходе составшейся встречи с председателем правительства Республики Муратом Аргуновым отмечено, что только за первый квартал этого года объем прямой кредитной поддержки предпринимателей региона банкам составил 30 миллионов рублей. Стороны также обсудили продукты, предоставляемые МСП банкам и их актуальность для предпринимателей Карача-Чекеси. Председатель правительства Республики предложил провести презентацию продуктов банка для бизнеса Карача-Чекеси, благодаря чему большее количество предпринимателей узнают о предоставляемых возможностях. Как мы же сообщали, в предстающую субботу в оригинальной столице на территории гипермаркета Лента пройдет традиционное весеннее ярмарка. Свои товары по ценам ниже рыночных на 15-20% представят более 120 предприятий агропромышленного комплекса, пищевой, перерабатывающей легкой промышленности, Организация общественного питания Карача-Чекеси и других регионов Северокавказского федерального округа. Ярмарка будет работать с 8 до 16 часов. 14 апреля во Дворце культуры Черекеска пройдет ярмарка вакансий. Любой желающий сможет узнать об открытых вакансиях, подготовке по интересующим его направлениям, поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве. Ярмарка интересна и работодателям. Участие в ней подтвердили практически все крупные компании республики. Их представители на месте проведут первичное собеседование. К участию в ярмарке приглашаются старшеклассники и их родители. Ведь здесь предстают вузы и СУЗы, которые готовят специалистов по востребованным профессиям. Подробности у заместителя председателя правительства республики Ирины Гербековой. В ходе ярмарки вакансий будут работать столы, на которых будут представлены промышленные предприятия, плюс учебные заведения будут делать свои стенды и представлять свою информацию. Будет проходить такое креативное общение, типа мозговых штурмов. И мы будем обсуждать возможности развития промышленности, сельского хозяйства, всех отраслей народного хозяйства республики. И хотелось бы обратить внимание, что ярмарка направлена не только на детей, которые заканчивают сейчас образовательные учреждения, которые дальше выбирают свой жизненный путь, но и на взрослых людей, тех, которые хотят поменять профессию, у которых, может быть, возникает такая необходимость найти новую работу. И мы хотим об этом еще раз сказать. Сейчас будут востребованы специальности, такие как реабилитологи, психотерапевты, психологи. Это то направление, которое сейчас активно будет развиваться. Стартовали работы по ремонту участка автомобильной дороги Майкоп-Карачаевск протяженностью 3,6 км, проходящего через заул Кобубаши Зеленчукского района. В настоящее время на объекте ведутся работы по очистке кюветов и формовке обочин. Стартуют также работы по замене земляного основания дороги на оползневых и просадочных участках, после чего начнутся работы по укладке нового двуслойного асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и будут завершены до 1 сентября текущего года. Напомним, реконструкция автомобильной дороги Майкоп-Карачаевск ведутся с 2021 года. В первый год был капитально отремонтирован участок автомобильной дороги протяженностью 10,5 км. В прошлом году провели капитальный ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 5,8 км. В текущем году будет осуществлен ремонт двух участков, в частности, 3,6 км в районе аула Кобубаши и 2,2 км в районе станицы Преградной. Получила также положительное заключение проектно-сметная документация на оставшийся участок дороги от станицы Преградной в сторону границы с Краснодарским краем. В соответствии с планом работ, ремонт автомобильной дороги Майкоп-Карачаевск от станицы Зеленчукской до границы Краснодарского края будет окончен до конца 2025 года. Напомним, всего в этом году в Карачаевске будут отремонтированы 25 км автомобильных дорог и 5 мостовых переходов в рамках реализации программы безопасной и качественной автомобильной дороги в 2023 году. К концу этого года в Учхикене Малакарачаевского района завершится строительство второй школы, которая была построена в селе за последние 7 лет. Об этом сообщил в своем официальном телеграм-канале Рашид Тимрезов. В 2016 году в самом густонаселенном микрорайоне Камыш-Кулак открылась новая школа номер 11, рассчитанная на 408 мест. Во втором образовательном учреждении ведутся отделочные работы, монтаж фасада, внутренних стен и перегородок, а также устанавливается новая шатровая кровля. Напомню, что это одна из крупнейших школ в Карачаевске, рассчитанная на 960 ученических мест. Решение о ее строительстве было принято по итогам встречи главы региона с жителями Малакарачаевского муниципального образования, которые рассказали о необходимости дополнительного образовального учреждения. Кроме того, по словам Рашида Тимрезова, после открытия новой школы будет сделан еще один шаг к ликвидации двухсменного режима обучения. Условия для комфортного образовательного процесса будут созданы для всех школьников, учителей и другого персонала учреждения. Туристический потенциал Карачаевской кейси презентовали на выставке «Сокровища Кавказа» в Пятигорске. Региональное министерство туризма совместно с Оландским христианским историко-культурным музеем-заповедником на Северном Кавказе, а также с представителями бизнес-сообщества представило природные и культурные достопримечательности республики, новые и уже популярные туристические маршруты, а также национальный колорит региона. Помимо этого, в рамках деловой программы выставки ярмарки составился круглый стол с представителями органов власти субъектов Северокавказского федерального округа на тему о перспективах развития делового туризма в СКФО и Южном федеральном округе. Предприниматели Карача-Чекеси могут принять участие в первой Кавказской инвестиционной выставке, которая пройдет 3 и 4 мая в многофункциональном выставочном центре Минводы Экспо. Это событие, направленное на развитие регионов, входящих в состав Северокавказского федерального округа. Мероприятие соберет ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, институтов развития, банки и руководства регионов Северного Кавказа. Эксперты, предприниматели, производители и руководство регионов презентуют новые экономические векторы и бизнес-идеи, а также актуальные направления и стратегии развития. Коллектив «Уны Дэнсы» из Карача-Чекеси стал победителем международного конкурса «Звезды над Москвой». По словам руководителя коллектива Ирины Крым-Шамхаловой, всего на сот-жюри было представлено порядка 180 номеров танцевальных коллективов из многих регионов России и Казахстана. Завершился конкурс галок-концертом в Государственном Кривлевском дворце, в котором приняли участие и наши артисты. Ну и в завершении информационного выпуска новости спорта. В Черкесске завершилось первенство СКФО по боксу среди юношей 15-16 лет, в котором приняли участие 140 спортсменов со всего Северокавказского федерального округа. В результате упорной борьбы сборной карача Чикеси победителями стали Карим Тилнаев, Тимирлан Наурузов, Тимур Каблахов, Ужай Лайпанов, Айдемир Каракотов, Инвер Булутуков и Зидан Каракетов. В рамках первенства прошел также бой между боксерами, чей вес не превышает 40 кг, а именно Амиром Аргуновым и Алимом Жентимроковым из Капридно-Балкарии, где наш спортсмен стал победителем по итогам трех раундов. В Черкесске прошел третий республиканский турнир по шахматам Кубок Гагарина, приуроченный к 60-летию первого полета человека в космос, в котором приняли участие около 30 спортсменов. Призерами стали Аслан Тишелеев, Батыр Джанкиозов и Зурабайбазов. По данным оригинальных синоптиков, сегодня по республике переменной облачности местами небольшой дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду при порывах до 15-20 метров в секунду, температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла, а в горах местами плюс 4-9 и выше 2,5 тысячи метров лавина опасна. В республиканской столице без существенных осадков ветер западный 6-11 метров в секунду, днем порывы достигнут 15-20 метров, столбик террометра поднимется до отметки плюс 16. На этом новостной блок завершен. Выпуск правила Рита Нирова.